Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третью главу книги пророка Захария. В центре этой главы мы видим видение, которое получает пророк. Он видит перед собой великого первосвященника, великого Иерея, имя ему Иисус. И одновременно это будет пророческое видение о той реальности, в которой живет сам пророк, и одновременно некое предвосхищение эсхатологической реальности, которая непосредственно касается нас и конечных судеб этого мира. Когда народ возвращается из Вавилонского плена, то нужно решить, каким образом будет организована политическая жизнь в городе и в стране. Кто станет источником власти и авторитета. И у пророка Захарии мы же увидим, что происходит разделение между политической властью, которую будет осуществлять царь. В действительности царей не будет, но будут разные правители. Или земля принадлежит не иудеи, эта земля принадлежит сначала персам, потом будет принадлежать грекам, потом римлянам. И страной будут править то сатрапы, то прокураторы, то какие-то наместники. И они будут осуществлять политическую власть, гражданскую власть, светскую власть. Но народ должен сохранить свою идентичность национальную, этническую и, прежде всего, религиозную. И гарантом этой власти, сохранения этой идентичности, будет первосвященник. Таким образом, у пророка Захарии мы видим в зачатке то, что потом можно будет назвать священническим миссионизмом, который сохраняется и в традициях православной церкви, и об этом мы еще скажем несколько слов. Итак, для того, чтобы каким-то образом совершить инаугурацию первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, пророк Захарий видит это видение, получает откровение во сне. «Затем мне был показан видение первосвященник Иисус, который стоял перед ангелом Господним. И тут же увидел я и сатану, который стоял справа от Иисуса, и обвинял его». Очень важно понимать, что сатана, который здесь упоминается, это не дьявол. В эпоху пророка Захарии это буквально некий клеветник, некое препятствие, некий соблазн, то, что становится преткновением на пути. И роль этого ангела, который выступает в роли камня преткновения, состоит в том, что он выносит обвинение. Он произвел некое расследование, установил какие-то факты, нашел компромат, и с этим он обращается к Богу для того, чтобы воспрепятствовать интронизации первосвященника. «Ангел же Господень возразил сатане, «Господь да осудит тебя, сатана! Он, избравший Иерусалим, осудит тебя! Не подобен ли этот человек головне из огня выхваченной?» И так происходит некий суд, и мы слышим голос другого ангела, который разгневался. И в этом гневе обличает сатану и сказал о том, что Бог, несмотря ни на что, избрал Иерусалим, остается верен своему завету, и поэтому все, что ты имеешь против Иисуса, сына Ииседекова, будет обращено в ничто, наоборот, станет осуждением тебе. И рядом стоит этот первосвященник. Он стоит в запятанных одеждах. «Иисус в одеждах запятнанных все еще стоял рядом с ангелом. Тогда ангел повелел стоявшим рядом с ним, другим ангелом, «Снимите с него эти запятнанные одежды». И Иисус уже сказал. Опять же, ангел, который является неким провозвестником устами самого Бога, поэтому фактически это голос Бога, Бог прощает, поэтому этот ангел произносит такие слова. «Смотри, вот я снял с тебя вину». Точно так же, как снимают одежды через голову, точно так же Господь совлекает, снимает с первосвященника какую-то вину. Слово «вина» здесь не является синонимом слова «грех», потому что грех – это очень тяжелое преступление. Слово «вина» чаще всего обозначает некое бездействие, когда ты как бы без вины виноват. Ты повинен в тех обстоятельствах, которые не совсем зависели от тебя. И очень часто это просто некое бездействие, которое все равно каким-то образом тебя запятнало. И поэтому это пятно нужно снять. Поэтому смотри, «Се, я снимаю с тебя вину и облачу тебя в одеяние праздничное». Замечательный образ тоже покаяния, которое становится новым рождением и восстановлением в прежнем достоинстве. Итак, в чем же «вина» Иисуса? Пророк нам не рассказывает эту историю, но существует предание. Согласно одному из них, Иисус, находясь в Вавилоне, позволил своим детям вступить в смешанные браки. И с точки зрения ортодоксального иудаизма семья тем самым перестает быть вполне иудеями, потому что смешанные браки были строжайше запрещены. И в этом его вина. Он не запретил своим детям вступить в смешанные браки и тем самым себя запятнал. Но эта вина не столь велика перед Богом. По крайней мере, Бог верен своему завету, и его избрание остается непреложным, поэтому он имеет власть простить грехи. Это то, что станет потом камнем преткновения в отношениях между другим Иисусом и Иисусом Христом из Назарета и книжниками и фарисеями, когда он прощает грехи в знак того, что Бог прощает грехи. И замечательный этот образ одежд, потому что запятненная душа, не чистая совесть, это как запятненные одежды. И Господь снимает эти обветшавшие одежды и одевает в одежды праздничные. Здесь, конечно, мы вспоминаем с вами притчу о блудном сыне, точно так же, как покаявшийся, вернувшийся сын в дом отца получает новые праздничные одежды. Он восстановлен в своем сыновнем достоинстве, он сын, он наследник своего отца. Точно так же и здесь первосвященник очищен от своих грехов. Тут и я не удержался, говорит пророк. Пусть и головной убор, тюрбан, чистый, возложат ему на голову. Тоже знак того, что человек очищен от своей вины, омыт с головы до пят всецело. Так и было сделано. Пока ангел Господень стоял там, возложили на голову Иисусу чистый тюрбан и облачили его в праздничное одеяние. И после этого ангел Господень напутствовал Иисуса. В действительности, Иисус восстановлен в своей чистоте, в своей праведности, ему поручается миссия. Поэтому ангел от имени Бога возвещает ему слова напутствия. Вот что говорит Господь Саваоф. «Если ты будешь жить по заповедям моим, то есть буквально будешь ходить моими путями, и преданно верой и правдой служить мне, то станешь управлять всем в доме моем». В доме моем, то есть в храме. «Если ты будешь верен заповедям, ходить по путям моим, станешься верным служителем, то ты будешь главным распорядителем, управителем моего дома и попеченье нести о дворах моих, и сможешь беспрепятственно приходить ко мне, как и стоящие здесь передо мною». Вот здесь удивительный образ. Первосвященник в действительности, как некий ангел своего народа. Так вот эти ангелы, они имеют доступ Господу Вседержителю и предстоят перед Богом лицом к лицу, и имеют возможность Ему задавать вопросы и передавать то, что Господь хочет передать своему народу, точно так же и первосвященник, точно так же и служение священников, быть ангелами, то есть вестниками божественной правды. И этот образ беспрепятственно приходить ко мне, конечно, это образ святая святых, куда только первосвященник имеет право войти один раз в году в праздник Йом-Кипур и произнести непроизносимое имя Бога, призывать Господа, как знак благословения и прощения. Неосужденно, беспрепятственно. «Послушай же, первосвященник Иисус, ты и твои братья, священники, сидящие здесь перед тобой, все вы служите предвестием того, что я приведу к вам слугу, раба своего, росток мой». Здесь возникает образ, заимствованный из ботаники, как у растения от корня вдруг появляется молодая поросль. Точно так же возникнет некий загадочный мессия, новый царь, который станет царем всего мира, сыном Божиим, как некая поросль от корня Иисеева, потомка Давида. И поэтому смысл твоего первосвященнического служения, Иисус, сын Иоседеков, в том, что ты есть некий прообраз, предвозвещение того истинного царя и первосвященника, который будет моим истинным рабом. Это слово заимствовано у пророка Исаия, мы его слышим в рождественскую ночь, того будущего Христа, который будет явлен в Новом Завете. «В один день я изглажу вину этой земли, в тот день будете звать друг друга под сень лозы виноградной и под сень смоковницы» — это слово Господа Вседержителя, знайте уже, «положил я камень перед Иисусом, на том камне семь глаз, и надпись на нем я высеку, таково вещие слово Господа воинств». Итак, мы присутствуем при интронизации первосвященника, его вина прощается, точно так же Господь изгладит любую вину, которая лежит на народе и на земле, и знаком этого прощения будет мессианский мир. Вот именно это благоденствие, когда каждый сможет пригласить к себе в гости под сень виноградной лозы, под сень смоковницы, никто никого не будет бояться, не будет никакого насилия в этой земле. Это образ того самого мира, которого обещает пророк Исаия, который исполнился в момент воскресения Иисуса Христа, и знак того, что Иисус восстановлен в своем достоинстве первосвященника, является этот камень, который прикрепляется к облачениям священника, на нем высеченные буквы, которые знаменуют его священническое достоинство, и одновременно это некий внутренний голос, потому что то, что пророк сейчас слышит, он слышит во сне, Господь говорит ему, в его сердце, но однажды это станет абсолютной явью. На портале к Закетру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.